всем привет давайте смотреть что я купила сегодня в трейдере на 170 долларов это очень для нас большая закупка на неделю ну там не только на неделю значит фокус на продукты переместила почему так много денег потратили спрашивать потому что покупали например много макарон они конечно по 2 доллара это не показатель но много купили вина потому что купили вино на клинтвейн так креветки мне нельзя из-за высокого холестерина это хвостыла замороженный горошек помидорки которые собираются вывалится они даже почти цветные где-то пару желтых мелькает гночи из картошки сыр хрижевика это сыр гологатки моцарелла стики перец рокколи помидор горошек манго кабачки сельдерей пакет яблок я думаю что это закупка по факту на две недели сметана хлеб белый хлеб я кстати как была 62 килограмма пока что 62 килограмма потому что у меня в гости приезжала мама и мы конечно с ней точнее я с ней много ела макароны вот эти сейчас буду на завтра готовить в субботу с этими же хвостами лангустинов ну и пошло вот это вино пить это вино я просто купила ну потому что нет никакого нубо я его ждала 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 вот купила дешевая что в другой магазин я знаю я не пойду вот села застуком а вот на глинтвейн это уже готовый глинтвейн и туда мы будем добавлять 50 на 50 ты там уже вино уже специи есть ну и сахарная тоже есть а это просто широт дешевый скейтер вот из него еще макароны как я обещала не знаю просто хапнула агата хапнула конфеты мармеладки это сыр такими грибками от из швейцарии очень мне нравится не знаю просто сыр просто сыр и мы его все любим зита взяла себе шоколадку на пробу спрать с вами кстати мне кажется вкусно и сыр тоже сделала мест оливки с что они в трейдере бывают эти оливки только вот под новый год и сенгивен жирные сливки на пасту сегодня и третий пакет 3 пакета у нас сегодня шпинат два пакета просто зелень на салат яйца ягоды помидоры мороженое агата себе выбрала огурцы да поехали тирамису замороженный новый появился в трейдере сушите это мне кажется а не все я уже просто убрал по 110 долларов новогодний конфет тоже сито с агатой хапнули вот все виды мы такой не покупали мне кажется я не знаю ну как обычно прилично написано бельгийский шоколад вот все это получилось у меня на сто семьдесят долларов но из белка то только рыба только рыбные хвостики значит получается дорого что из белка только рыбные хвостики требуют четыре бутылки вина ну хорошо вот это вот там может быть 10 долларов дороже 10 стоит и второе которое я буду пить она тоже филануар вот это стоит 10 долларов 20 в любом случае вино это не на 40 долларов так сливки жирные тоже обычно не беру обычно буквально 100 долларов трейдере и не долларов на 10-20 неделю белка в спраутсах мне кажется на этой неделе я была уже в спраутсах и там был чек на 70 долларов на этой рыбе на хватит на дофига не знаю что скажете по моему ничего не купила а сто семьдесят долларов заплатила так я не нажала в общем что я хотела сказать уже все перемешала три года не кладу сыр а сегодня в пасту да вот я не кладу в пасту сыр три года положила квадро формаджо я кладу в пасту сыр только в одном случае если это макароны сыром и все а сегодня я положила и сыр и сливки очки спадывают и еще и оливковое масло сливки жирнющие сразу скажу попробуем это закрыть все она закроется так и поставлю еще таймер две минуты все поехали такая паста у нас сегодня в субботу на завтрак 2 декабря 2 декабря я кстати у меня лежали деньги в блок фи это блок фи это биржа которая разорилась потому что разорилась другая биржа забыла крипто биржи по блок фи да это крипто тоже была биржа в общем я там лежали деньги я их сейчас достаю торжественно разорились они в прошлом сентябре они подали на банкротство и вот сейчас они начали какие-то выплаты в общем я пытаюсь оттуда достать деньги если вам интересно расскажи расскажите напишите я расскажу отдельный ролик могу просто снять про мои крипто приключения каждый день у меня теперь есть 20 минут делай что хочу в это время агата делает уроки ну 15-20 минут о слышите что-то недовольно чем-то в общем она сидит делает уроки и за это отвечает зита поэтому я могу делать что хочу ну вот сегодня я готовлю нам завтрак время наверное уже да уже почти час без 20 час но мы еще не успели ни позавтракать ни пообедать это будет конечно завтрак обед я не парюсь за то во сколько я поела утром вечером нет я парюсь за то чтобы я в течение дня была активной вес мой 62 килограмма у меня держится это на 4 килограмма больше чем нормальный вес до 65 не поднимается то есть я подумала ну чё нормально тогда буду есть как хочу в общем я ем всё красное мясо стараюсь есть раз в месяц соответственно колбасу не ем курицу отношу ноги к красному мясу поэтому раз в месяц то есть какой-то любви одного красного мяса я ем как раз в месяц а куриную грудку может два раза в месяц ем так через день через два ем какие-то морепродукты хлеб хочу ем хочу не ем ну всё больше ограничений нет сахар ем права вложить без сахара могу жить без сахара сейчас ем ну не наибольших колюшек уже наступило воскресенье собираюсь но решила всё таки вам рассказать что же мы вчера поели я приготовила эту пасту соответственно мы где-то в час я закончила готовить пол второго мы сели есть считаете это уже был обед мы съели все по две больших порции и всё больше уже ничего не ели так что-то может кусочничали каким-то сыром каким-то может хлебом я не помню чем кусочничала я огурец точно ела вот и всё наелись этой пасты до отвала я сварила глинтвейн чуть-чуть совсем всем по кружечке ну как всем агатя сделала просто яблочный сладкий яблочную сладкую воду с кусочками яблок она тоже осталась довольна в общем все получили свой глинтвейн посидели вместе мне кажется я не знаю долго сидели мы всё сидели ели знаете как застолье был пасту поели глинтвейн попили снова пасту поели глинтвейн допили вот так прошла суббота в чревоугодиях а сегодня воскресенье и поедем съездим на ферму агата попетит потрогает погладит всяких животных покатается с горки я вас целую обнимаю хорошего дня мууууу fuуу шуба